Не спросили нашего желания, хотите ли вы остаться или не хотите. Просто у вас включены все коммуникации, все подключено, все необходимые условия для проживания существуют, невзирая на то, что это незавершенное строительство, то есть стройплощадка. У нас заезжает большое количество учителей, поэтому нам нужны номера, мест в гостинице лишних нет. Сегодня пострадавший дом восстанавливают строители, на месте работает кран, происходит демонтаж разрушенных этажей. Люди говорят, что живут в буквальном смысле на стройке. Жить страшно, с детьми страшно, опасно, так как падают кирпичи сверху. Подходила лично к парарабу, чтобы как-то обезопасить детей, когда они идут в школу. Ну, мне сказали, что кран будет ходить в другую сторону. Поставили самосвал, где работал глонастер, спать невозможно. Это издевательство над людьми. По словам жильцов, в дом они возвращаться боятся. Экспертиза, проведенная при помощи аппарата «Струна», в первый же день после взрыва, показала, что дом на осеннем переулке ограниченно пригоден для проживания. Ну, вот документ из 53 листов нам был представлен только в виде одного листа, где расшифровывают, что такое ограниченная рабоспособность дома. Что, типа, там жить можно, он не опрокинется. Не опрокинется. Ну, он может сломаться, сложиться, задавить вас. Проводить по квартирной экспертизу администрация Рязани отказалась, ославшись на то, что технически это невозможно. Как рассказали жильцы, эксперты проводили в квартирах визуальный осмотр. Из оборудования у них были только фонарики. Мы зашли, увидели, да, трещины, сказали, что да, эти трещины они наблюдали из первого подъезда, они сквозные ко мне в квартиру. То есть несущая стена моей квартиры, она вот пострадала в результате взрыва, то есть там сквозные трещины в первый подъезд. Какие средства у них были? У них был фонарик, потому что в доме было темно, ну, и электричества не было. Вот, и был топор. Рекомендации дали, что вот в вашей квартире мы не рекомендуем вам находиться, здесь опасно, вы лучше вот где-то подальше отсюда находитесь. Между осями H и C плита перекрытия квартиры 36. Это моя квартира. Муж сегодня ездил, говорит, нам там уже строят техэтаж. Да. Над нашей квартирой. Да, над нашей квартирой строят техэтаж. Какая плита перекрытия у меня там рухнет потом, когда я заеду в эту квартиру, я не знаю. Я не знаю. Я не понимаю, где там ось и в какой комнате мне можно находиться, а в какой нет. На данный момент люди написали письма в администрацию президента, в генеральную прокуратуру, администрацию города и правительство области с требованием признать дом непригодным для проживания. Кроме того, люди возмущены следствием по данному делу. Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работы или оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности». Почему не рассматриваются другие версии причины произошедшего, не допрашивают потерпевших, не берут во внимание тот факт, что у данного дома большая предыстория с перебоями в теплоснабжении. Все это остается пока только вопросами, и люди намерены добиваться ответов.